Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а я в свою очередь хочу вам пожелать приятного аппетита, приятного просмотра, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, да я понимаю то, что многие из вас уже посмотрели ОБТ, уже все знают и я просто дурачок, то что я записываю поздно, но пацаны такие остались обстоятельства, поэтому не судите строго, как бы лучше поздно, чем никогда реально. Всех обнял, приподнял, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, допустим, вот можем там аксессуар одевать, то есть вот такие вот приколюхи у нас есть, можем там шапку одеть, то есть это теперь выглядит реально очень круто, то есть мне прям очень нравится, как бы вот аптечки как бы имеются. Можем их использовать, разделить, выбросить, посмотреть информацию, то есть я считаю это максимально круто, это самое наверное крутое, то что они сделали в обновлении, потому что я этого ждал, многие это ждали и какой бы инвентарь до этого, это был реально прошлый век. А вот это реально просто с кайфом, то есть вы теперь можете там трейд делать, то есть можете там деньги передавать, если у вас Блэквипка, то можете без комиссии передавать до 100 миллионов рублей. Если у вас нету Блэквипки, то можете передавать деньги до 10 миллионов. Надеть одежду. А вой, можете сразу менять одежду. То есть по факту раньше, чтобы поднять одежду, вам нужен был дом. Сейчас вам это не нужно будет, просто берете, как бы переодеваетесь и все. Также теперь у нас здесь отображается здоровье, броня, егиена, туалет, голод, жажда и психика. Вот здесь у нас как бы все отображается, информация об инвентаре, вы можете здесь почитать там и так далее, что, куда, сколько власть там и так далее. Ну что ж, ребятки, давайте заценим, что добавили именно в 2.4 на 7, потому что здесь многое из чего интересного. Допустим, тот же самый самокат, то есть бизнесы 2.4 на 7 добавили как бы самокаты и добавили аккумуляторы для них. Давайте вот, допустим, купим самокат. Вот, вы можете провести самокат. Стоит он 300 тысяч, но это зависит от цены, которую поставит владелец бизнеса. Также еще, пацаны, пофиксили, получается, энергетики. То есть вот, допустим, мы выходим на улицу и давайте мы заюзаем, получается, энергетик. То есть энергетик теперь реально работает. Работает он всего лишь одну минуту. На что он влияет, давайте я вам покажу. Нажимаем использовать. И у нас меняется бег, пацаны. Просто смотрите, как он бегает. Он начинает очень быстро бегать, то есть реально максимально быстро. И длится этот бег всего лишь одну минуту. Но если вам нужно быстро какой-то убежать, куда-то добежать, то вам это очень сильно поможет. То есть он реально бегает очень быстро. Не знаю, возможно, вам со стороны видно, но бег реально очень сильно поменялся. Также у нас здесь есть самокат. Давайте мы его также используем. То есть вот мы берем самокат. Да, он не быстрый, то есть он максимально медленный. Его нужно там заряжать там и так далее. Но все равно, пацаны, это прикольная тема пока, потому что если вдруг у вас закончится там, получается, топливо на машине, вы сможете спокойно взять самокатик и доехать, куда вам нужно. Но в любом случае, пацаны, темочка полезная, прикольная. То есть я реально ждал, что такое добавят. Ребята, я не знаю, почему у меня такое все квадратное. То есть я пытался там в настройках что-то поменять. О, нихуя себе, дочь включили. Но почему-то звуки игры полностью как бы не выключаются. О, вот это вообще бестия ебать страшное. И просто полетели по педалям, просто дали, все. Вот в этой темке реально прикольно. То есть энергетики теперь реально, от них есть какая-то польза, от них есть смысл. Поэтому как бы, я думаю, их будут покупать, потому что темка на самом деле прикольная. Тем более стоят они не так уж и дорого. То есть я думаю, каждый себе сможет его позволить. Сейчас у нас идет дождь, то есть небо как бы тоже полностью поменялось. Дождь и в песне хавы, то есть в целом все реально хорошо. Я на самом деле, ребята, сам обнову не смотрел. Да, я там видел скриншоты, там видосы других ютуберов. Но толком я обнову сам как бы не видел. Поэтому мы сейчас вместе посмотрим. Мои там первые эмоции, впечатления. Так, нам нужно купить, получается, абонемент на стрельбу. Так, нам нужно купить, получается, абонемент на стрельбу. Вот у нас оружейная комната. Так, вы можете привезти оружие для тренировки. Так, окей, покупаем. Все, я купил оружие. Нам выдалось все оружие, которое в принципе есть. Которым люди пользуются и качают себе скиллы. Звуки очень громкие. Я не знаю почему. Вот насчет звука, да, есть, короче, проблемы. Ну, я так понимаю, что здесь просто можете скилл покачать. То есть пострелять там и так далее. Но как у меня скиллы прокачаны, мне кажется, у меня как бы ничего не поменяет. Так, внимание, если вы покидаете здание тира. То ваше купленное оружие будет исчезать. Так, я, конечно, понимаю. Но я вроде бы вышел на полигон. Короче, когда вы выходите из здания. У вас полностью пропадает оружие. Но мне кажется, как бы, ну. Мне можно было сюда выйти. Лучше бы они сделали, когда, типа, выходишь за забор. За территорию вот эту. Тогда бы оружие пропадало. Так, я хотел на улицу выйти пострелять. У меня пропало оружие. Но, пацаны, напоминаю, что это ОБТ. То есть это не финальная версия обновления. В любом случае, его будут фиксить. Его будут дорабатывать. И как бы, возможно, мы еще что-то новое увидим в обновлении. Итак, ребятки, давай вам покажу новый такой прикольчик. То есть будет такое нововведение. То есть теперь нужно будет возить свою одежду в химчистку. То есть если вы открываете инвентарь, вы можете сами в этом убедиться. У вас здесь есть, как бы, одежда. И есть процент вашей одежды. Если процент будет меньше 50, то, как бы, вам нужно будет тратить больше жетонов. То есть больше денег, чтобы ее постирать. А так, если у вас будет целостность вашего скина 1, то вы не сможете его ни одеть, ни продать, по-моему, и так далее. То есть вот мы подходим. Здесь, получается, можем купить жетон. Перетащите в старую машину ту одежду, которую хотите постирать. Время стирки 5% целостности примерно 2 минуты. Обратите внимание, что для стирки одежды целостность, которая ниже 50, требуется 2 жетона. То есть если у вас будет целостность скина ниже 50, то вам придется покупать не один жетон, а два, чтобы постирать свою одежду. Так, вот, перетаскиваем, получается, одежду, нажимаем на начать стирку, ну и, в принципе, все. Ибо 32 минуты, понимаете? То есть стирка моей одежды займет 30 минут, потому что у него маленькая целостность. Это реально очень долго. Вы должны забрать свою одежду в течение 20 минут. То есть, допустим, я могу так вот просто уйти. Как бы вы можете, то есть, поставить свою одежду на стирку и можете уехать по своим делам. Но вам обязательно нужно потом будет вернуться, чтобы ее забрать. Ладно, я понял, давайте теперь покажу вам багажник. То есть, багажник тоже можно много чего там перекидывать. Вот, допустим, там разные аксессуары у меня есть. То есть, вот мы можем перекидывать кейсики разные там туда-сюда. То есть, мы можем реально очень теперь хорошо пользоваться и интарем, и багажником, и так далее. То есть, мне это прям очень сильно нравится. Ну что ж, ребятки, также в этом обновлении добавили новые автобусы, которые нам уже показывали. Это, получается, электробусы. То есть, чтобы вам работать на данном автобусе, вам нужно вкачать 15-й скилл на данной работе. Ну и что, как бы это нормально, потому что, скорее всего, зарплата на этом автобусе будет намного выше. И сама скорость автобуса тоже будет больше. На этих автобусах будут реально ездить козырные ребята, которые реально вкачали скилл. То есть, они будут реально ездить, блатовать на вот таких вот пиздатых автобусах. Также, ребята, как я и говорил, бизнесы немножко поменяли местами. Там, в Южном, там, в Арзамасе и так далее. Самое интересное, то, что один из бизнесов, а именно один из топовых бизнесов СТОшечку, перенесли прям к Анашану. То есть, вон в той стороне находится Анашан. И вот здесь благополучно стоит и СТО, пацаны. Это реально просто имба. То есть, на данный момент это будет, наверное, самое крутое и популярное СТО. Мне прям внешне очень сильно нравится. И я вот думаю, то, что вот этот бизнес реально будет очень популярный. На самом деле, много там бизнесов заменили. Новых бизнесов я, честно, не видел. То есть, я думаю, то, что, возможно, химчистка будет новый бизнес. Но пока что бизнесы только некоторые принесли. Новые бизнесы не добавляли. Для владельцев бизнесов добавили очень классную штуку, пацаны. Сейчас я вам ее покажу. Многие об этом не знали. Там были слухи, да, то, что это добавят. Но по факту об этом никто не знал. Кстати, добавили вот новую фишку. То, что если ты заезжаешь на траву, то как бы все. У тебя включается лимит 20 километров. То есть, теперь по полям вы ездить не сможете, ребята. То есть, если вы немножко даже на траву выезжаете, то все. У вас сразу включается ограничитель. С одной стороны, да, это круто. Но, с другой стороны, надо хотя бы, ну, немножко радиус поменять. Потому что, допустим, вот я еду, да. Вот, я хочу к бизнесу подъехать. У меня сразу включается ограничитель. То есть, это реально надо фиксить. И надеюсь, что это поменяет. Потому что пусть сделают данное ограничение именно в полях. А не по обочине, там, и так далее. Потому что по обочине. То есть, вот я еду, выезжаю чуть-чуть на траву. Все, у меня сразу включается ограничение. То есть, это не нормально. Это реально нужно будет фиксить. И надеюсь, что это поменяет. Наверное, оно еще не доработано. Короче, смотрите. Вот, допустим. Сейчас, секунду. Я забыл где-то посмотреть. Вот, работает, допустим, да. Так, база, 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 база. А вот, склад товаров в Горель, пацаны. Видите, вот. То есть, мы нажимаем GPS. И вот здесь, получается, будет склад товаров. То есть, теперь склад товаров будет и в Арзамасе, и в Гореле. То есть, теперь владельцы, которые держат бизнесы в Южном, им будет намного проще возить продукты. Да, это еще полностью, как бы, не сделали. Напоминаю, пацаны, тестовый сервак. Это не финальная часть обновления. То есть, это всего лишь, как бы, проверочка. Там, ищут баги, там, недоработки и так далее. Если возить продукты в Южный, то люди очень сильно заморачиваются по этому поводу. То есть, им реально сложно. То есть, сами представляете, какое расстояние нужно преодолеть. И это нужно же не один раз привезти продукты, а много раз. Поэтому, чтобы вы не страдали, как бы, добавили разводчиков в Горель. То есть, вам теперь будет намного проще. Боже, бля, я уже столько штрафов слыл, ребята. Это вообще жопа просто. Первое, на что я обращаю внимание, то, что здесь появилось кольцевое движение, ребята. То есть, ну, это реально круто. Да, оно там когда-то было, но оно было не такое масштабное. Но теперь это реально такое, знаете, полноценное кольцевое движение. Я свою, бля, бестию красную заправлю, бля. Это СТО, получается, было за ППС. То есть, было там в той стороне. Его перенесли сюда. А бизнес, который СТО был здесь, его перенесли, получается, на кольцо. Возле Ношан. Ребятки, Южный поменяли просто до неузываемости. То есть, реально, дома заменили, улицы там переделали. То есть, смотрите, фонтанчик, как бы, ну. Реально сделали по красоте, я считаю. То есть, теперь, если вам что-то не нужно, вы можете просто это закинуть в мусорник. И потом кто-то может прибежать это подобрать. То есть, вы можете теперь выкидывать в мусорки вот такие вот ненужные вещи, которые вас не интересуют, которые вам там мешают. Занимают место там и так далее. Ну, я думаю, вы понимаете. Я, если честно, сам не знаю, что там точно добавили. То есть, полностью я не знаю, что здесь есть. Я вам покажу то, что я знаю и что меня интересует. Кстати, самое интересное то, что в продажу теперь добавили возможность продавать гидравлику. То есть, раньше ядравлики не было, первый день я смог зайти, потому что у меня были проблемы с лаунчером, потом у меня были дела в жизни там и так далее. Но сегодня, наконец-то, я смог зайти, я пришел вообще в час дня, хотел зайти видос записать, в итоге серва, короче, не работает. Так, пацаны, вот новый райончик такой, знаете, переделанный, бля, как это, знаете, по-богатому прям выглядит, то есть, бля, мне прям очень сильно нравится. Вот самое, знаете, обидное то, что вот таких вот домах, квартирках нельзя чинить целостность автомобиля. Мне кажется, если бы можно было бы каким-то образом вот таких вот апартаментах чинить целостность, многие бы себе покупали квартиру, потому что у тебя есть квартира, ты же не можешь никому поселиться там и так далее, чтобы починить машину. На самом деле, было бы круто, если бы дали возможность как бы подселять человека в дом, если даже у него есть квартира, чтобы он хотя бы мог починить свой автомобиль. Потому что я бы сам бы жил бы в других квартирах, пацаны, просто мне реально нужно чинить свои автомобили. Не, ну райончик прям очень красивый, такие дворики, знаете, парковочки такие, бля, красота, реально, мне прям очень все нравится, то есть, реально молодцы. Я не знаю, будет ли такой райончик пользоваться популярностью. Вот новое, пацаны, улучшение, по-моему, оно только одно есть, возможно, потом еще добавят. Это получается авторитет. Вы умеете договариваться с органами, после ранения, смерти, шанс попасть в КПЗ составляет 70%. Ну что ж, ребятки, я что мог, то вам показал, я полностью как бы не могу вам все показать, там есть множество еще других систем, но показать я вам их не в силах. Лучше уже подождем, когда выйдет полноценное обновление, когда уже пофисят все баги и зачеты, и потом я еще раз запишу видео уже подробное про обновление, и покажу вам уже все системы и так далее. Поэтому я вам показал, что мог, показал то, что меня интересовало, это были мои такие первые эмоции, поэтому ждем как бы завершения УБТ, потом все будут баги фиксить, и я думаю уже в течение там двух недель выйдет вот это вот замечательное обновление. У меня как бы все понравилось, я очень жду, поэтому, что желает, пацаны, приходите на Амазин ХРП, все ссылочки есть в описании, заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok